Титры и мультфильмы Титры и мультфильмы Титры и мультфильмы Почему фиксики на экране выглядят именно так, а не иначе? В этом выпуске художник-постановщик Юрий Пронин расскажет нам историю создания персонажей Куда мне смотреть? Оказывается, фиксики стали такими вовсе не сразу Фиксики, их никто не видел Я вот сожалею, что мне из них тоже никто не позировал Поэтому рисовать, конечно, было трудновато Но я уже настолько верю в их существование, что слово «придумал» я не использую Потому что и вместе придумывалось И даже не придумывалось, а скорее вспоминалось Потому что в детстве, наверное, каждый из нас все-таки с фиксиками общался Возрослым состоянием уже этого вспомнить не можем Но пытаемся Кстати, вот у Памеллы Треверс, по-моему, у Мэри Поппинс Было такое, что дети до того, как говорили человеческим языком Они понимали язык животных Вот мне кажется, это в том числе они были знакомы с фиксиками Общались с ними Значит, вот этот процесс упрощения собственного сознания Вместе с тем более внимательное отношение к деталям Помогло найти вот тот окончательный образ Вы, конечно же, знаете, что у фиксиков есть правило Скрываться от людей И не давать им точных доказательств своего существования Фиксики изо всех сил стараются избегать людей Они боятся, что люди, узнав о фиксиках Начнут их отлавливать и держать в неволе, как домашних животных А еще хуже, потащат в свои научные лаборатории И будут там изучать под микроскопом Или ставить над фиксиками опыты Если человек может заметить фиксика То должен немедленно превратиться в винтик Но если никто, кроме Дим Димыча и профессора Чудакова Не видел самих фиксиков Как же снимать о них мультфильм? Художникам пришлось призвать на помощь свою интуицию И просто догадаться, как выглядят наши герои Получилось это далеко не с первого раза Дело пошло на лад Лишь когда художник стал двигаться не от фиксика к винтику А от винтика к фиксику Как говорится, вначале было слово И слово это было продюсера И слово было не то Вот не то, это слово часто повторялось И в конце концов дорисовался до винтиков В буквальном смысле То есть пришлось их прям таки упроститься Нарисовать сами вот эти вот мелкие предметики И если до этих винтиков все шло на спад То после винтиков пошло как раз на подъем В поиске персонажей нужно было усилить вот эти пропорции Маленьких персонажей Даже вот это на отдалении пропадало И это тем более Очень много было и неудачных эскизов И даже тесты делались Пока не нащупалось вот такое соотношение героев Ну и этот вариант был неудачный Но уже было от чего отталкиваться В какой-то момент пришлось собрать вот все находки И еще раз сделать фильтрацию такую В сторону вот деталек Кое-что о фиксиках все-таки известно Мы с вами знаем, что они похожи на людей Хотя и отличаются в некоторых деталях Скажем, у фиксиков очень большие руки и голова Это потому, что им приходится много работать Да еще и думать, что делаешь С людьми это тоже случается, но реже Но какими именно должны стать папу с Мася, Симка и Нолик Художникам только предстояло понять Вот так менялись образы родителей фиксиков Да, да и Симке с Ноликом досталось Для одного из первых вариантов персонажей Были даже сделаны глиняные модели Они и сейчас лежат на студии Аэроплан Правда, не очень хорошо сохраняются Вот удивительным образом Вот с такого простого рисунка Вдруг вот продюсер сказал Все, надо искать в этом направлении И вот они, как они выглядят, когда их никто не видит И во что они превращаются, когда включается свет И когда входит кто-то из взрослых, например И вот появились те самые фиксики, которых уже все знают и любят И в итоге все сложилось удачно Нужный образ был найден Осталось проработать мелкие детали Вот здесь интересно, у них уши исчезают Вот эта такая деталька Казалось бы, похожая эскиза Но это очень важный момент для фиксиков Уши исчезли И, наконец, фиксики стали такими, какими их знаете вы Да, очень смешной Так это ты меня нарисовал? Но это только начало Художник создал основной эскиз Но его ждет еще много-много-много работы С каждым персонажем Надо показать, как герой выглядит с разных сторон Сбоку, сзади, сверху Нужно проработать мимику Как он будет улыбаться Как сердиться Как грустить Надо решить, во что будет одет И только тогда начнется создание Трехмерной модели Об этом мы вам расскажем В другом выпуске Если ваши друзья Тоже любят мультфильмы Поделитесь с ними этой историей Им ведь тоже интересно узнать Секреты фиксиков